Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадио компания Щелкова программа Диалог. С вами я, ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня заместитель генерального директора муниципального монетарного предприятия Щелковского муниципального района, Щелковский межрайонный водоканал Андрей Сухенко. Добрый вечер, Андрей Николаевич. Давайте сразу обозначим тему нашего разговора. Естественно, думаю, будет много звонков, надеюсь, потому что тема воды у нас, как всегда, актуальной остается в течение многих лет и еще, наверное, будет оставаться всегда. Первый вопрос такой, наверное, больше для зрителей. Каковы основные направления деятельности вашего предприятия? У вас на сайте сразу, я помню, подчеркнуто для всех жителей, что горячим водоснабжением вы не занимаетесь. Просьба, вопрос на эту тему не задал. Да, горячее водоснабжение и отопление – это не профиль деятельности Щелковского водоканала. Основным профилем нашего деятельности является водоснабжение и водоотведение жителей нашего района, а также пяти других муниципальных образований, услуги которым оказывается Щелковский водоканал. Это город Фрязино, это Пушкино и Пушкинский район, это город Ивантеевка, а также это город Королев. В данных городах мы оказываем услуги по водоотведению, потому что основные сбросы всех перечисленных муниципальных образований идут на межрайонные щелковские очистные сооружения, которые находятся у нас в городе Щелково, прямо недалеко от этого места, где мы с вами находимся. Также предприятие оказывает сопутствующие услуги нашим жителям, тоже связаны с услугами по водоснабжению и водоотведению. Это установка вообще домовых приборов учета, это вывоз выгребных ям, потому что мы знаем, что у нас есть достаточное количество, особенно частного сектора, которое не имеет центральной канализации. Это также подвоз воды по заявкам, выполнение услуг по присоединению вновь построенных объектов и достаточно большой спектр услуг, которые жители могут заказать на предприятии. Все расценки, все эти услуги у нас выложены на сайте, поэтому если есть желающие, то они могут прийти к нам и воспользоваться нашими услугами. Также мы делаем жителям в нашей аккредитованной лаборатории анализ воды, если кто-то провел воду из других источников, которые не относятся к централизованным источникам водоснабжения, то есть это скважины, кто-то выкопал колодец, кто-то берет из какого-то поверхностного источника, то есть тоже могут воспользоваться нашей услугой определения химического, биологического состава воды. Какова вообще структура предприятия Щелковский водоканал? Я имею в виду в цифрах. Что входит туда? На сегодняшний день Щелковский водоканал, одно из старейших предприятий Щелкова, прошло большую реорганизацию. В 2015 году правительством Московской области было принято решение на базе Щелковского водоканала создать межрайонный Щелковский водоканал. Связано это было с тем, как я упоминал ранее, что пять муниципальных образований сбрасывают сточные воды на межрайонные Щелковские сооружения. И мы прекрасно помним ту ситуацию, когда в 2014-м, в начале 2015-го года в центре города у нас здесь стоял достаточно неприятный резкий запах канализации, потому что межрайонные Щелковские сооружения находились с 1993 года, если не изменяет мне память, в аренде у частной организации. Значит, за это время, с 1993 по 2014-2015 год, достаточно мало средств было вложено в модернизацию, реконструкцию Щелковских сооружений, что и привело к такому плачевной ситуации. Поэтому после принятия губернатором данного решения, через два арбитражных суда договор был расторгнут аренды и было принято решение о передаче в эксплуатацию данных очных сооружений Щелковскому водоканалу. И после этого также было принято решение, подписана дорожная карта о создании филиалов во всех пяти муниципальных образованиях, потому что реконструкция и модернизация Щелковских очистных сооружений за счет средств застройщиков, которые у нас планомерно развивают и строятся во всех пяти муниципальных образованиях. В случае, если это были бы отдельные водоканалы, невозможно было бы за счет инвестиционной программы, за счет тарифа на присоединение, который сейчас устанавливает комитет по ценам и тарифам, осуществлять модернизацию таких очистных сооружений. То есть что бы получилось? Получилось бы, что Щелково несло бы на себе все бремя всех остальных пяти муниципальных образований. Хотя мы можем сказать, что Пушкинский район с городом Пушкино и Королев, они все-таки значительно больше потребляют, оказывают воздействие на очистные сооружения, потому что объем их стоков превышает объем стоков непосредственно по количеству населения. Просто по количеству населения, да. Потому что Королев значительно больше Щелково, ну а Пушкино чуть-чуть меньше, буквально на 10 тысяч человек. Ну, если брать Пушкино со всем районом, там очень большое количество населенных пунктов, которые также подключены к системе централизованной, то там достаточно приличное количество стоков. Даже, я бы сказал, где-то процентов на 4-5 выше, чем даже сбрасывает Щелковский район. Соответственно, огромная протяженность коллекторов, притом коллектора это все от 800 и выше. Мы с вами прекрасно понимаем, что авария на таком коллекторе, она в диаметре 800 миллиметров, то есть, да, например. А вот с города Королева идет к нам коллектор диаметром 1600 железобетонный. И все эти коллектора были построены в начале 70-х годов, то есть, на сегодняшний момент они эксплуатируются уже со стопроцентным износом. Плюс, очень много, большое количество коллекторов в свое время было передано нам от КЭЧ, то есть, коммунально-эксплуатационных частей, которые, мы знаем, здесь у нас большое количество военных городков было, и были избавлены от несвойственной функции обслуживания жилого фонда, и было все передано разрешенным организациям. На сегодняшний момент эти коллектора находятся в такой плачевной ситуации, что просто за счет одного Щелковского водоканала, за счет тарифа, который оплачивают жители Щелково, невозможно привести в надлежащий вид данные сети. Поэтому и было принято такое решение. На сегодняшний момент в Щелковский межрайонный водоканал в состав входит Щелково, Щелковский район, Фрязина, отдельным филиалом, без образования юридического лица, Ивантиевка, как в данном случае не филиал, а дочка, так как там ООО, то она входит, ее учредителем 100% является Щелковский водоканал, то есть это наша дочка. То есть мы контролируем ее деятельность, смотрим за и финансовой деятельностью, и производственной деятельностью. Пушкино и Пушкинский район, который был присоединен и стал филиалом с 1 июля 2017 года, то есть только первые полгода. В городе Королеве образован филиал, но на сегодняшний момент он еще находится в стадии реорганизации, потому что на сегодняшний момент, скажем так, у нас Пушкинский район, он очень большой, очень проблематичный, там были очень серьезные проблемы, мы знаем, что сейчас Пушкинский МУП, у которого мы забрали эти сети и арендуем, он находится в стадии банкротства. То есть там очень большие были долги энергетикам, налоговой инспекции, ну, конечно, самые большие долги это были Щелковскому водоканалу. Поэтому на сегодняшний момент сам МУП находится в банкротстве, но все сети, все объекты находятся в эксплуатации у Щелковского района. Поэтому, когда говорят, что предприятие находится в банкротстве, я прошу, как бы, ну, никого не волноваться, потому что на сегодняшний момент то предприятие МУП, которое находится в банкротстве, оно не осуществляет деятельность повода снабжения и водоотведения непосредственно абонентов Пушкинского района. То есть это уже юридический вопрос остался? Да, да, да. Это уже юридический вопрос, это бумажный вопрос, это все, это уже вопрос с кредиторами. Частично кредиторскую задолженность и МОЗ «Энергосбыта» Щелковский водоканал взял на себя. Мы подписали договора сессий, мы подписали рассрочки. Мы на сегодняшний момент всем крупным потребителям МОЗ «Энергосбыту» мы уже практически закончили выплату задолженности. Почему и было принято такое решение об объединении, чтобы предприятие могло контролировать все потоки, и финансовые, и производственные. Поэтому на сегодняшний момент реорганизация предприятия практически закончилась. То есть в этом году у нас осталось только решить вопрос о создании филиала в городе Королеве. Предприятие, если оборот, я приведу пример, в 2015 году до реорганизации составлял порядка 570-600 миллионов, то на сегодняшний момент оборот Щелковского водоканала составляет приблизительно 2 миллиарда 100 миллионов. То есть вырос практически в 4 раза. И при этом, как мы знаем, тариф у нас практически не вырос. То есть именно на сегодняшний момент этот оборот вырос за счет присоединения крупных городов, районов, которые я сказал, а также за счет проведения политики инвентаризации абонентов. Появились те абоненты, которые были самовольными потребителями. То есть проводится планомерная работа по инвентаризации существующих и выявлению вновь подключаемых абонентов. То есть предприятие растет, развивается. У нас было порядка 700 человек. На сегодняшний момент численность Щелковского водоканала составляет 2 тысячи, по-моему, 47 человек. Это с учетом пушкинских и фантейских филиалов? Да, да, да. То есть всего межрайонного Щелковского водоканала составляет более 2 тысяч человек. То есть это уже огромный коллектив со своими бедами, трудностями, какими-то пожеланиями. То есть на сегодняшний момент, конечно, мы, скажем так, ощутили тот вал проблем, которые у нас есть. Особенно это, конечно, связано в большей части с вновь присоединенными территориями. Это непосредственно, конечно, пушкинский район, потому что там достаточно сейчас идет выстраивание и налаживание всей системы взаимоотношений, как в производственной сфере, так и в сфере зарплаты, в сфере обоснования и создания людям достаточно комфортных условий труда. Потому что на сегодняшний момент у нас по Щелковскому коллективному договору, скажем так, значительно отличались условия труда между Щелковским районом и Пушкинским в части обеспечения условий. На сегодняшний момент у нас такая политика, мы на сегодняшний момент стараемся обеспечить, по крайней мере, в рамках существующего бюджетных средств и спецодеждой. Потому что, ну как бы, скажем так, не до конца были укомплектованы наши филиалы, вновь созданные спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, страховочными поясами и всем прочим. Поэтому ведется очень много работы. Андрей Николаевич, у нас есть первый звонок от нашего зрителя. Давайте послушаем и тогда ответите на него. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Да, говорите, пожалуйста, слушаем вас. Да, что-то вот у нас звук плохо проходит. Вы в эфире, слушаем, говорите. Алло. Да, да, вот, хорошо. Я жительница Щелкова, Михаил Двогородский. Да. Кузьмичева Галина Александровна. Очень приятно, Галина Александровна. Какие проблемы у вас? Проблемы? Он видит мужчина, я только включил телевизор, и говорит, что не пахнет. Мы задыхаемся вот этой канализацией. Ночью вообще окно невозможно открыть. И как долго это продолжается? Как долго? Я так выкупировала, что у нас тут не продолжается. Спасибо, Андрей Николаевич. Ну, в общем, вы поняли, да, кстати? Я понял про запах, конечно, достаточно такой звук. Я бы хотел уточнить, если можно, адреса, где... Ну, микрорайон Богородский там. Микрорайон Богородский. Мы с вами прекрасно знаем, что в 2015 году там у нас был большой провал на канализационном коллекторе, на камере. Прямо под окнами вновь построенного микрорайона в Богородском. Я туда неоднократно выезжал. Мы встречались с жителями. Эту камеру восстановили капитально. Исходя из того, что за счет 69 миллионов рублей выделяло правительство Московской области. По чрезвычайной ситуации. Камера была полностью восстановлена. Исходя из того, что там был построен данный микрорайон, хотя застройщик брал на себя обязательство реконструировать эту камеру, чего он не сделал. Были установлены сверху на этой камере специальные такие абсорбирующие фильтры, которые все эти запахи роют. Фильтры со специальным углем. Мы их периодически где-то один раз в год мы их чистим. И там на сегодняшний момент запах, я скажу, быть не должно. Я вот как бы за время, когда в 2016 году мы эту камеру восстановили, я первый раз слышу, что в Богородском есть запахи. В Богородском ситуация, кстати, очень интересная. Там, если бывают запахи, то они могут идти после забития канализации. В Богородском микрорайоне застройщик, который построил этот микрорайон, он эти сети, как вообще полагается, не передал администрации. И, соответственно, администрация их не передала нам. И на сегодняшний момент эти сети находятся в коммерческой организации, которая не является специализированной, с которой у нас периодически возникают споры по поводу обслуживания данных сетей. И мы прекрасно знаем, что буквально, наверное, перед Новым годом, в октябре, в ноябре, у нас были большие проблемы с качеством воды в нескольких домах. Значит, постоянно бригады водоканала промывали эти сети. Как выяснилось, застройщикам в нарушении технических условий было поставлено большое количество запорных моторов, и многие задвижки были закрыты. То есть вода постоянно находилась в тупиках. А мы знаем, что когда у нас отсутствует интенсивный водозабор, вода имеет свойство застаиваться, соответственно. Плюс большие были в Богородском, очень много в управляющих компаниях отсутствовали промывки сетей. Мы, соответственно, жителями неоднократно выходили по таким адресам, отбирали пробы воды на входе. И, соответственно, рекомендовали промывать. На сегодняшний момент ситуация следующая. Буквально два или три дня назад мы получили письмо от этой организации, которая является собственником данных сетей в Богородском, с просьбой рассмотреть возможность выкупить данные сети. Поэтому мы написали... То есть они собираются купить? Они собираются нам их продать. Они собираются сети Богородского нам продать. Хотя, насколько я понимаю, когда реализуются инвестиционные контракты на постройку жилья, то все сети воды и канализации, которые являются внутриквартальными, должны переданы быть бесплатно администрации муниципального образования, которое потом их передает в данном случае как водоканал в эксплуатацию. И тогда, соответственно, мы несем за них ответственность. Мы включаем эти расходы за их тариф, ну, соответственно, берем жителей деньги, в которые входит обслуживание этих сетей. На сегодняшний момент у нас получается, что мы эти сети, по большому счету, обслуживаем бесплатно. И не имея документации, мы методом, так скажем, тыка в простонародье, мы определяем, где есть какие задвижки, вскрываем колодцы. То есть у нас на сегодняшний момент от застройщика и от той организации, которая на сегодняшний момент владеет этими сетями, по сути дела, нет никакой документации с нанесением колодцев и всего прочего. Поэтому на сегодняшний момент, скажем так, водоканал обслуживает эти сети факультативно, потому что мы муниципальное предприятие, мы понимаем ответственность муниципалитета за водоснабжение, водоотведение. Поэтому мы обслуживаем все это дело. Вот в ближайшее время, я надеюсь, что мы все-таки решим этот вопрос положительно. Я думаю, что, скорее всего, мы не будем покупать эти сети, все-таки эти сети должны быть переданы городу бесплатно. Во-первых, на это у нас нет денег, потому что это не заложено в тариф, а водоканал на 99% существует за счет тарифной выручки. Потому что коммерческой деятельности, которая бы покрывала наши расходы, водоканал, по сути дела, не выполняет. Поэтому с момента передачи этих сетей, я думаю, что мы и сейчас за ними следим. Но после их передачи, я думаю, что мы сделаем сплошную их инвентаризацию, посмотрим и воду, и канализацию, что там есть. Ну и, соответственно, наведем порядок. Плюс у нас на сегодняшний момент по канализации, я могу сказать, какая складывается ситуация. Когда бывают иногда запахи, чтобы люди это четко понимали. В том же Богородском неоднократно нами были установлены факты, когда управляющая компания, вот сейчас, в период, когда очень много снега, и когда начинает период таяния, открывает люки канализационные и сбрасывает туда, направляет туда потоки. У нас есть и видео, и акты мы зафиксировали. Конечно, все это дело мы будем передавать в суд, потому что наша канализация, она не предназначена для приема ливневых стоков. То, что тает. Вместе с ними попадает, как мы знаем, с дорог, песок. Все это дело становится канализацией на подпор, то есть забивает. И потом, когда туда попадают уже хоть бытовые воды от дома, то, получается, проходят так называемые закупорки. И колодцы могут быть заилены, забиты, и тогда с них может быть какая-то идти неприятный запах. Но на все звонки, которые у нас в диспетчерской, мы однозначно реагируем, проезжаем. Вот на сегодняшний момент, я могу сказать, у нас было всего по Щелково два засора. Но вот именно Богородский для нас это самый проблемный район. До этого еще был Финский, который на другой стороне находится. Ну вот, извините, перебившись, да, вот казалось бы странно, это уже абсолютно новые микрорайоны, всего несколько лет, собственно, еще дома продолжают строиться. Мы, в общем, часто говорим о том, что изношенность тех же коллекторов и прочие, да, аварии случаются. Но здесь все новое, построено буквально. И тем не менее, вот вы говорите, самые проблемные микрорайоны. Ну, в данном случае здесь проблемные, во-первых, потому что у нас очень многие застройщики, когда строят микрорайоны, они очень сильно экономят на инфраструктуре. То есть в технических условиях прописаны одни диаметры, зачастую строятся ради экономии другие диаметры. Не строятся, значит, не соблюдаются уклоны. Поэтому, как бы, даже новые сети, которые построены с нарушением строительных норм и правил, зачастую, они не выполняют на 100% те функции, для которых они предназначены. Либо зауженный диаметр, либо это контр-уклон. Вот почему, допустим, в той же Богородском у нас были проблемы с канализацией. Есть там такая насосная станция у них, перекачки. Значит, застройщик в эту насосную станцию вместо хосфекального двигателя, мы с вами понимаем, чем отличаются фекальные воды и питьевые. Поставил насос на питьевую воду и, соответственно, при попадании... Он дешевле, да, получается? Он намного дешевле, но он же не выполняет тех функций. То есть это первое. Второе. Перед насосом необходимо было установить так называемую грабельную установку. То есть тот, который задерживает фракции мусора, либо измельчитель, что, соответственно, застройщик тоже не сделал. На сегодняшний момент при заключении договора с собственником мы перед заключением договора дали ему свои рекомендации. По приобретению насоса, который он должен установить для того, чтобы мы могли взять эту насосную станцию себе на обслуживание. Потому что взять насосную станцию канализации с водопроводным двигателем, насосом, ну, вы сами понимаете, это чревато постоянными засорами, постоянными жалобами жителей. И я не исключаю, что вот уважаемая женщина, которая нам звонила, может быть, даже это сейчас связано именно с этой насосной станцией. Если бы, конечно, можно после эфира, я бы взял бы этот адрес. Ну, в любом случае, все звонки фиксируются. Да, и после эфира я просто дам задание диспетчерской, чтобы они созвонились и разобрались, откуда идет такой запах. То есть, такого быть не должно. Мы в данном случае реагируем на все всевозможные. Плюс раньше доходили запахи сочных сооружений канализации, когда там были нечищены иловые карты. В 2016 году при поддержке правительства Московской области были выделены субсидии и вывезена более 50 тысяч кубических метров осадка. Тот, который складировался порядка 12-13 лет. Эту проблему освещали очень много раз. Да, на сегодняшний момент у нас вообще отсутствует сброс ила на иловые карты. Они у нас сейчас стоят пустые, на всякий случай мы их держим как резервные. Но на сегодняшний момент у нас установлено вместо одного, как раньше было, два декантера. То есть, это установки по обезвоживанию осадков. И у нас в случае выхода из строя мы запускаем вторую установку. И у нас такого, чтобы мы что-то возили на иловые карты, у нас такого нет. У нас сейчас все вывозится 100% на полигон. Порядка 300-330 кубических метров осадка ежедневно вывозится на полигон. То есть, на сегодняшний момент в городе Щелково ничего не складируется. Андрей Николаевич, вот вы сказали, что застройщик, вернемся к микрорайону Богородский, Финский, застройщик не выполняет технических нормативов, не тот диаметр, не те насосы. А как тогда в таком случае принимают работу их? Ну вот видите, на сегодняшний момент даже Богородский, ведь никто так и не принял эти сети в данном случае. То есть, что делает застройщик? Он продает жителям квартиры и спокойно оттуда уходит, оставляя жителей и муниципалитета один на один с теми проблемами, которые возникают. И мы с вами прекрасно знаем, это даже не первый такой случай. У нас есть, мы вынуждены подключать те дома, которые у нас в свое время по программе помощи обманутым дольщикам. То есть, там тоже вообще были дома построены, во многих домах вообще отсутствовала подводка и воды, и канализации. То есть, на сегодняшний момент застройщики, для того, чтобы все это нивелировать, на сегодняшний момент постановлениями правительства вводится так называемый тариф на подключение. И вот теперь застройщик не сам строит данные сети. Мы строим застройщику теперь сами до границ земельного участка. То есть, на своем земельном участке, который ему выделено под строительство, он уже может строить и обязан, либо может нанять специализированную организацию, в данном случае нас. Но до границы земельного участка теперь законом предусмотрено, что все строим мы. Мы должны обеспечить ему на границе земельного участка точку присоединения. И данные сети, которые мы построим, они однозначно будут передаваться в муниципалитет. То есть, соответственно, мы будем соблюдать, так как организация эксплуатирующая, вы сами понимаете, мы сами себе не будем строить что-то такое, что не будет соответствовать техническим требованиям, нами же выданными. И плюс на сегодняшний момент все эти выдачи технических условий уже не осуществляются водоканалом. Она уже осуществляется в Московской области через ГБУ, Агентство по развитию коммунальной инфраструктуры. То есть, это агентство, которое непосредственно находится в подчинении у МинжКХ. То есть, и теперь идет двойной контроль. То есть, и ресурсников, и вот это так называемое агентство. То есть, на сегодняшний момент застройщик без обоснования тех мероприятий, без строительства сетей, воды и канализации надлежащим образом, не сможет получить разрешение на строительство и все прочее. То есть, на сегодняшний момент правительство Московской области для недопущения вот таких фактов, или обманутых дольщиков, или некачественного строительства инфраструктуры, она, по сути дела, уже это исключила. И таким образом мы сейчас работаем с 1 января 2017 года. То есть, все заявки на подключение, они не идут в водоканал напрямую, они только через сайт госуслуг идут напрямую на руки, и только потом идут к нам. И мы, по большому счету, видим обезличенный, приходящий к нам с номером, запрос. Да, мы, конечно, уже потом по предоставлению документов мы смотрим назначение объекта и все прочее. Андрей Николаевич, вынужден вас прервать. Мы уже по регламенту должны уйти на небольшой перерыв. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у программы «Диалог» сегодня первый заместитель генерального директора муниципального и университета предприятия Щелковского района, межрайонный Щелковский водоканал Андрей Сухенко. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня первый заместитель генерального директора муниципального и университетного предприятия Щелковского района, межрайона Щелковский водоканал Андрей Сухенко. Еще раз, добрый вечер, Андрей Николаевич. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы моему гостю. Но мы продолжим нашу беседу. Очень интересная была первая часть содержательная. Хотелось бы вернуться к тому, что сделано предприятием Щелковский водоканал, скажем так, за последний год, но и, может быть, чуть больший период, когда началась, так скажем, ареструктуризация. Вы подробно рассказали, да, слияние с подобными предприятиями и Пушкинского района города Пушкина, и городского округа Ивантеевка, и городского округа Фрязина. Я сейчас предлагаю послушать, предоставить слово, так скажем, генеральному директору водоканала. К сожалению, Наталья Александровна не смогла сегодня прийти к нам в эфир. Насколько я знаю, она в правительстве сегодня Московской области. Вы ее успешно заменяете. Но, тем не менее, буквально перед самым Новым годом, в конце декабря, мы снимали такое событие, наша компания, открытие водозаборной станции в Загорянском на улице Льва Толстого. И Наталья Александровна дала небольшое интервью для программы нашего телеканала ЖКХ, который расшифровывается как «Жить, как говорится, хорошо». Поэтому предлагаю посмотреть это небольшое интервью как раз об итогах работы водоканала в прошлом году. Давайте посмотрим. Водоканал образца 2017 года, он совершенно отличается от водоканала 2015 года, когда мы приступили к реализации проекта Московской области, одобренный проектом Московской области по созданию единого оператора, объединенных централизованной системой водоотведения с Щелковскими межрайонными очистными сооружениями. Весь 2015 год, в общем, весь водоканал занимался только устранением аварий. При поддержке Минджикэха мы разработали долгосрочную, поэтапную программу восстановления, прежде всего, централизованной системы водоотведения. По программе «Чистая вода» 5 станций обезжелезивания введено в этом году, 3 из них за счет средств водоканала. На следующий год мы заявили в программу «Чистая вода», и они включены, уже мы это видим, 9 станций обезжелезивания. Вообще мы эксплуатируем 36 станций в ИЗУ, из них на 18 вода не соответствует требованиям СанПЕД. В наших планах 4 мы на следующий год выводим из эксплуатации, и все оставшиеся 14 к концу следующего года приводим воду в соответствии с требованиями СанПЕД. Поэтому вода практически у 90% населения Щелковского района будет качественной. Ну вот такие цифры. Вы можете что-то добавить к тому, что уже сделано и что предстоит сделать? Да, я могу сказать однозначно, что за 2017 год было сделано достаточно большое количество мероприятий, связанных с приведением воды в належащее качество. То есть мы знаем, что в Щелковском районе очень большая стоит проблема – это обезжелезивание. Все у нас в ИЗУ, которые у нас снабжены станциями обезжелезивания, они находились в достаточно оплаченном состоянии. То есть все станции не соответствовали по выходящей воды с требованиями СанПЕД. На сегодняшний момент… То есть все вот эти 37, да, что сказал Наталья Александровна? Всего нет. У нас получается 36 мы эксплуатируем, 18 крупных насосов, они вообще не соответствовали. Вода, проходящая обезжелезивание в данных станциях, не соответствовала требованиям СанПЕД. И, скажем так, являлась, по большому счету, условно доброкачественной. В 2016 было сделано 2 ВЗУ. В 2017 было запущено, реконструировано полностью 5 новых станций, то есть 7. И на сегодняшний момент у нас в государственную программу включены 9 насосных станций, 9 ВЗУ, которые включают не только доведение на станции обезжелезивания, то есть их реконструкция, капитальный ремонт, но мы делаем все в комплексе. То есть мы сразу там делаем, меняем и насосные группы, и меняем входящие, исходящие трубопроводы, потому что зачастую они находятся в таком плачевном состоянии, что даже выходящая чистая вода после станции обезжелезования появляется вторичное, так называемое, вторичное загрязнение. И вода до потребителя, исходящая с минимальным уровнем железа, доходит опять такого буроватого цвета. Поэтому в этом году у нас, скажем так, мы планируем до конца 2018 года проблему с чистой водой в городе Щелковском муниципальном районе решить окончательно и довести количество жителей до 100% тех, кто будет потреблять качественную воду. Такая же у нас ситуация во Фрязино, потому что там на сегодняшний момент у нас государственную программу, мы заложили две самых крупных насосных станций ВЗУ под реконструкцию. Это ВЗУ-4 и ВЗУ-5, которые на две эти насосные станции поставляют более 80% всей воды в Фрязино. Такая же у нас проблема сейчас стоит по Пушкино. Скажем так, в Пушкино в этом году мы сделали 6 насосных станций. То есть даже несмотря на то, что мы в Пушкинский район зашли только с 1 июля, нам удалось при поддержке министерства, ну и, наверное, при поддержке губернатора, все-таки получить бюджетные финансирования на Пушкинский район и сделать ВЗУ-шки, водозаборные розовы так называемые. На сегодняшний момент в Пушкино еще, насколько я помню, 6 или 7 ВЗУ стоят в государственной программе. То есть по этим всем образованиям, проблему с чистой водой мы надеемся при помощи губернатора и Министерства ЖХ закрыть в 2018 году. Потому что в 2019 и 2020 год, до 2022 губернатор объявлено будет кодом канализации, так сказать. То есть чистая вода у нас заканчивается, пойдет вода грязная. Да, и я бы даже хотел сказать, что на сегодняшний момент у нас же программа «Чистая вода», в результате которой возможны данные работы, она у нас была федеральная. Но федеральная программа у нас была закончена 2 года назад. А областная программа «Чистая вода» продолжается еще, вот она была в 2016, 2017 и 2018 году. То есть благодаря выделению денежных средств правительством Московской области, непосредственно губернатор, который лично курирует тему водоснабжения, значит, вот эта программа продолжена, что позволило сделать очень большой объем работ. Я знаю, присутствует на Министерстве 170 станций. Андрей Николаевич, еще раз, извините, перебью, да, у нас есть еще один звонок, отдаем приоритет нашим зрителям. Слушаем вас, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. А в ответ тишина. Ну, если что, вот режиссер подсказывает, что звонок у нас сорвался. Поэтому продолжим разговор. Давайте вернемся опять все-таки в Щелковский район, в Щелково. Самое, конечно, наверное, веское слово – это слово наших жителей. И буквально сегодня я вместе с оператором вышел на улицу, чтобы опросить такой некий блиц-опрос. Провели с одним единственным вопросом к жителям Щелково – довольны ли они качеством той воды, которая идет у них из крана в квартире. И вот, что нам ответили. Давайте посмотрим, потом тогда прокомментируем. Давайте посмотрим «Глаз народа». Да, довольна. Очень жесткая, а так нормальная. Да вроде ничего, нормально. Ну, в принципе, да. У меня нормально. Мы наверху живем там, на Пролетарском, очень хорошая вода. Ну, конечно, немножечко остается в унитазе полосочка. Но ничего, а так она нормальная. Жесткая, чайник быстрый, накипь образуется. Это однозначно ответить нельзя. Вода хорошая, но она очень жесткая. Ну, не очень, если честно. Идет от него рыжий, как бы ржавчина на лед на ванной. Ну, слава богу, вода есть. И то хорошо. Ну, про мнение последнее мы не будем говорить, конечно. Наверное, все-таки лучше говорить о качестве воды. Андрей Николаевич, еще раз режиссер мне подсказывает, что вернулся к нам звонок, который сорвался. Давайте послушаем зрителя, потом будем говорить о качестве воды. Слушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый представитель Водоканала. Добрый день. Я живу в микрорайоне Гагаринский, Щелково-3. И у меня в многоквартирном доме, у меня есть счетчики на воду, холодную, горячую. Подходят сроки госповерки. Водоканал может или подскажите, что мне делать? Их просто снимать? Куда мне обращаться? Спасибо. Да, спасибо за звонок. Значит, у нас на сегодняшний момент Водоканал квартирные счетчики не обслуживают. Потому что квартирные счетчики – это ответственность непосредственно жильца и управляющей компании. Потому что Водоканал оказывает услуги до стены дома. Вот, то есть, или до общего домового прибора учета. Но могу сказать, что вы можете обратиться в любую, снять этот счетчик. Вы можете самостоятельно уведомить, при этом обязательно управляющую компанию, если у вас начисление идет по счетчику. Вот, уведомить их. Потому что у нас по закону при отсутствии счетчика определенный промежуток времени начисляется по средним показаниям счетчика. Вот, а потом уже, соответственно, в течение, по-моему, полугода, а потом уже переводится на норматив потребления, если вы по каким-то причинам назад счетчик в течение месяца определенного периода времени не вернули. На сегодняшний момент я знаю, что существуют услуги и счетчики проверяют без съема. Есть определенные установки. Это будет стоить немножечко дороже, чем со съемом. Но вы будете лишены проблем с установкой, снятием. У многих счетчики, насколько я помню, стоят в таких местах, куда очень тяжело добраться. Либо надо ванну снимать, либо там какое-то технологическое отверстие делать. Поэтому на сегодняшний момент проверка счетчика – это не такой затратный процесс. Поэтому вы спокойно можете счетчик снять и отдать его на поверку. Что касается счетчика… А куда обращаться? На сегодняшний момент у нас большое количество есть коммерческих организаций, которые имеют лицензии на поверку любых видов счетчика. То есть узнать их адреса, координаты где можно? В управляющих компаниях? В основном они работают с управляющими компаниями. Вообще, насколько я знаю, очень многие управляющие компании уже, так как мы общаемся с ними, купили так называемые приборы поверки счетчиков. Это такой небольшой чемоданчик, такого небольшого размера, который содержит манометр, содержит там мерные емкости, через которые проходит вода, чтобы можно было определить объем. И оказывают услуги прямо на дому. Насколько я помню, в последний раз, когда я интересовался, поверка счетчика стоила порядка 457 рублей. При помощи данного… А как час нужен поверку? В каждый счетчик имеет паспорт. И в данном паспорте всегда указан межпроверочный интервал. В основном межпроверочный интервал где-то составляет 5-6 лет. Раньше, года 3 назад, если вы после 5 или 6 лет поверили счетчик, вы обязаны были его поверять каждый год. То 2 года назад были приняты изменения в закон, что теперь после проверки, проверки счетчика, межпроверочный интервал будет тот же, который написан у него в паспорте. То есть если у вас написан межпроверочный интервал в 6 лет, то вы будете проверять его один раз в 6 лет. А не как было раньше, 6, а потом каждый год. И люди шли зачастую на то, чтобы покупать новый счетчик. То есть зачем его каждый год проверять, снимать, когда можно просто один раз в 6 лет поменять и опять на 6 лет забыть про данный счетчик. Давайте вернемся к нашему опросу. Мнение жителей, как мы увидели, практически единодушно говорят, что вода нормальная, хорошая. Правда в двух случаях была небольшая жалоба на то, что все-таки желтый след остается потом со временем. То есть, естественно, повышенное содержание железа в воде. Ну и плюс от двух или трех женщин прозвучала такая фраза, что жесткая вода, накипь и так далее. Если можно, поясните, что вообще значит жесткая вода. Ну и что можно сделать, чтобы ее мягче? Мы скажем так, что жесткая вода характеризует наличие определенного количества солей в воде. По Санпину, питьевая вода, у нас жесткость допускается 7,6 единиц. На сегодняшний момент в Щелково жесткость 7,2 единицы. То есть, вода в Щелково полностью по жесткости соответствует Санпину. Мы прекрасно знаем, что вода у нас идет из подземных источников. У нас, соответственно, в земле преобладают соли, минералы. Поэтому это естественный солевой фон воды. Да, где-то бывает вода жестче, где-то бывает вода мягче. Но что мы говорим? Что для того, чтобы воду умягчить, ну, вода умягчается у нас при кипячении, потому что выпаривается и улетучивается определенный, либо ставится определенная установка по умягчению, куда добавляются специальные ингредиенты в виде той же соли, которая, вступая в взаимодействие, просто смягчает эту воду. Но надо четко понимать, что когда у нас пишется Санпин, то он пишется на основании тех исследований, которые проведены. И доводить воду, мы же понимаем, что убирание солей, мы, по сути дела, и как у нас люди говорят, вот у меня вода там вообще никаких примесей не содержит. Мы понимаем, что мы тогда с вами получаем, по сути дела, мертвую воду. Ну, как дистиллированная вода, да? Дистиллированная вода, которая... Ни вкус, ни запаха. Да, которая вода имеет свойство, она все равно где-то вступает в нашем организме во взаимодействии с теми же щелочами, солями, что есть в нашем организме. И если она дистиллирована, она, по большому счету, из нашего организма начинает вымывать все эти соли и все прочее там подобное. А наш организм, мы же не зря пищу подсалим, он всегда требует наличия определенных химических и биологических элементов. То есть такая вода, доведенная, как говорят, до дистиллята практически, она очень вредна для здоровья. Поэтому я как бы просто хочу призвать наших людей, наших жителей уважаемых, не злоупотреблять очисткой воды до ее дистиллианта. То есть чтобы она не имела, по сути дела, свойства как дистиллированной воды, которая заливается, мы знаем, в аккумуляторы и все прочее там подобное. То есть поэтому... А для умягчения есть... Ну, как бы, я понимаю, о чем говорят жители. Это в основном отражается, когда принимаешь ванну, там где-то плохо химические средства смываются, на руках остается. Да, но на сегодняшний момент ставить какие-то умягчители в промышленных масштабах абсолютно нецелесообразно, потому что это будет повлечет огромные затраты, ничем не обоснованные, которые однозначно лягут на тариф для населения. Поэтому на сегодняшний момент, исходя из того, что у нас по Санпину вода даже ниже предела... Ну, у нас в Челково, да? Да, в Челково. Да, в Челково. Мы на сегодняшний момент не рассматриваем никакой возможности по поводу промышленного умягчения воды. А то, что у нас касается... Люди говорят, остается желтый след. То, что я ранее осветил, это связано с наличием большого количества железа. Но в этом году, как я уже сказал, при установке этих девяти наслестных станций, мы, конечно, постараемся максимально обеспечить отсутствие всех железосодержащих примесей. Ну, плюс, ко всему прочему, там, где у нас есть и были такие проблемы, мы выезжаем с управляющими компаниями, потому что все равно последствия попадания железа в систему, оно еще остается на внутридомовых сетях. Поэтому мы в сегодняшний момент очень плотно работаем с управляющими компаниями. Мы рекомендуем им промывать сети, потому что вот в том же микрорайоне Богородский, что мы с вами раньше затрагивали, подрядчик допустил следующее. На всех водопроводных трубах, которые, так называемых, стаяках, отсутствуют сбросные экраны. То есть получается, что, подав туда воду для промывки трубы, мы эту грязную воду оставляем в сети. Мы не можем ее сбросить. Либо нам надо идти по каждой квартире и просить жителей, чтобы они сливали эту воду через свои экраны, пока чистая не пойдет. Мы понимаем, что это, если вода идет через счетчик. Андрей Николаевич, у нас совсем немного времени осталось до конца программы. Еще один звонок есть. Давайте послушаем нашего зрителя и ответим. Вы в эфире. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Андрей Николаевич, чего-то в итоге всего разговора. Откуда к нам в Щелково поступает вот эта вода? Где первоисточник? И хватит ли ее нам вследствие безудержного и непродуманного застройки города Щелково? Как и всей Московской области, непродуманно, очень много застраивается. Хватит ли воды-то? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, на сегодняшний момент у нас большая часть воды поступает из собственных источников, находящихся в городе Щелково. Воды, я смею заверить, хватит, потому что на сегодняшний момент мы, по сути дела, практически подтвердили те запасы, которые у нас были еще разведаны 20 лет назад. Вы знаете, что у нас с 91-го года потребление воды резко уменьшилось, когда остановилось много промышленных предприятий. Сейчас потребление воды медленно у нас увеличивается. Но для того, чтобы быть, как вы говорите, готовыми к застройке, у нас заключен договор с государственным предприятием, которое занимается разведкой и обоснованием запаса. На сегодняшний момент у нас в столе реки Вори проведены геология-звездочные работы и подтверждено наличие запасов еще на суточную добычу 30 тысяч кубических метров воды. То есть на сегодняшний момент это еще, грубо говоря, мы можем обеспечить еще половину неожиданно построенного города Щелково. То есть с водой у нас проблем нет. Плюс у нас во Фрязино, на территории и Фрязинского района, на территории Щелковского района есть так называемые 11 заброшенных площадок. На сегодняшний момент мы вышли с инициативой правительства Московской области, чтобы эти площадки нам передали. Они находятся частично в лесном фонде, частично находятся в сельскохозяйственных полях, чтобы у них раньше были при Советском Союзе, они были брошены в 87-м году. Потому что в этом году, в 17-м году мы плотно этим занимались и уже как бы собрали практически всю документацию. В общем, мы их можем использовать. Мы их можем использовать и там запас воды порядка 100 тысяч кубических метров в сутки. То есть мы можем... То есть еще два города Щелково. Поэтому это нам где-то работы года на три, но я вас смею верить, мы ее сделаем, все подготовим. Поэтому вот с водой у нас проблем не будет точно. Давайте на такой оптимистической ноте и закончим программу. Спасибо большое, Андрей Николаевич, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был первый заместитель генерального директора муниципального унитарного предприятия Щелковского района, межрайонный Щелковский водоканал Андрей Сухенко. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!